Подъезжал на заранее скинутый мне адрес, забирал деньги и клал в банкомат на неизвестные мне реквизиты. Этому гламурного вида юноши с полудюжиной колец на пальцах и в ноздре, 85-летняя старушка, живущая в центре Екатеринбурга, в доме на улице Луначарского, собственными руками передала 800 тысяч, как она думала, чтобы спасти внучку от тюрьмы. А на следующий день тот же курьер, 21-летний безработный, неделю проработавший на побегушках у тайных работодателей, обобрал 84-летнюю бабульку с улицы Куйбышева на 300 тысяч по указке куратора. Сборщик мошеннических податей соблюдал все меры предосторожности, но тщетно. Легендная конспирация была какая-то? Я должен был подъезжать, представившись определенным человеком, сказать, что я за вещами для определенного другого человека. И забрать деньги, доехать до банкомата и закинуть их. По касаемой конспирации маска должна была быть собой, и сменная одежда. К кому чаще всего приезжали? К пенсионерам. Денежные средства куда клали? На реквизиты заранее, но не скинутые, постоянно разные. В июле по Екатеринбургу прокатилась очередная волна телефонного мошенничества, жертвами которого стало немало пожилых людей. Им по телефону звонил неизвестный. Выдавал себя за родственника. Торопливо и неразборчиво тарахтел в трубку о том, что попал в жуткий дорожный переплет. Затем в разговор вступал подельник, представлялся сотрудником полиции и сообщал о том, что внук или внучка пенсионера якобы перебегал или же перебегал на дорогу на Красный, спровоцировав аварию, в которой серьезно пострадал человек. Чтобы дело не дошло до суда и уголовки, липовый следователь начинал торг с пенсионером, как правило, с миллиона рублей. Если таких денег у старика не оказывалось, он соглашался на сумму поменьше. Вскоре к обманутому пенсионеру приезжал курьер, такой, как этот в юнош, и забирал деньги. Какой период времени вы этим занимались? На протяжении недели активно. То есть это около четырех рабочих дней. Сколько эпизодов? Порядка пяти. Пяти эпизодов. Какие суммы? До 700 тысяч. 700 тысяч? До 800 тысяч. Это все в Екатеринбурге? Также Ревда и Первый Райск. По версии правоохранительных органов, этот бегунок засветился не только в Екатеринбурге, но еще в Первоуральске и в Ревде. Сейчас ему светит приличный срок за мошенничество. Так что с колечками в ноздре и на перстах ему придется на долгое время распрощаться. За смайлик, наколотый на пальцы, ему вряд ли придется держать суровый ответ перед сокамерниками. А вот за наколку доллара могут и спросить, как с липового медвежатника.